Продолжаем разговор. Это уже третья часть релакс видео, посвященная моим серебряным кольцам. Это видео не продавалка. В этом видео я показываю свои украшения, немного рассказываю о каждом из них. Если какое-то кольцо вас заинтересовало с точки зрения эзотерики, с точки зрения того, как их комбинировать, какую энергию несет, ну, камень может быть, пожалуйста, пишите, я буду снимать отдельные видеозапросы. Сейчас я хочу поговорить о таких более скромных кольцах, но тем не менее, они от этого более часто выгуливаемые мной. И от этого более легко компонуемые между собой. Начну с вот такого, с темным жемчугом, а-ля баклажан. Там мне еще муж дарил его давно-давно. Казалось, здесь абсолютно полная несочетаемость, непонятные напайки золота, тут баклажановая жемчужина, эти цирконы. Но, тем не менее, я его очень люблю. Я его достаточно часто тоже ношу в обычной повседневной жизни. Мне оно нравится. Почему-то больше вот для зимнего времени я его использую. И очень люблю сочетать темный жемчуг со светлым жемчугом, темные камни со светлыми, то есть вот сочетать темное, белое и неянь, вот нравится мне. Вот у меня вот такое есть с жемчугом кольцо. Я его показывала в предыдущих видео. Тоже оно достаточно классическое и достаточно неплохо смотрится. Ну, не обязательно рядом их носить. Но я люблю, когда есть и противоположный цвет жемчуга в украшениях. Мне так нравится. Такое есть еще. Его я тоже показывала вам. И вот такое. Далее. Вот такое есть. Гематитное кольцо. Вообще очень люблю овальную форму. Она очень хорошо с другими сочетается. Гематит вообще неплохо может нормализовать давление. Если у вас есть склонность. Считается, что гематит может как повышать, так и понижать. Ну, если у вас действительно давление скачет, одним гематитом вы не отделаетесь. Нужно иметь медикаментозное лечение. Нужно и пищевые привычки менять. Это и отказ от соленого. Это и снижение жирных продуктов, к сожалению. Ну, и вообще стараться не запускать себя до состояния, когда никакое кольцо уже не налазит. Ну, бывает такое у всех. У меня тоже давление бывает высокое, к сожалению. Есть склонность. Но гематит, поэтому иногда ношу. Если я не ошибаюсь, то гематит нужно носить на правой руке для того, чтобы снижать давление, а на левой, чтобы повышать. Но есть разные версии. Опять же, если вы левша, например, у вас это может работать по-другому. Одни связываются этим, другие связываются работой сердца. Тут нужно смотреть, как гематит сработает в случае с вами. Вот такое кольцо. Тоже овальная форма. Это нефрит. Вот не люблю зеленые кольца. Это одно из немногих зеленых колец, которые есть в моей коллекции. Хочу сделать вот такое видео на канале. Почему я не люблю зеленые кольца? Хочу понять. С зеленым цветом у меня нормальные, в принципе, отношения. В одежде, например. Либо в дизайне квартиры абсолютно нормально. Колоды есть зеленые. Абсолютно хорошо. Но вот зеленые кольца, зеленые камни, мне с ними сложно. Не знаю. Вот хочу посмотреть это на картах и вместе с вами эту тему проработать. Интересно стало. Это кольцо еще интересно тем, что оно из Мексики. И здесь вот внутри инициалы мастера, который это кольцо делал. Вот тут даже написано, если я не ошибаюсь, Мехико. Да, да, да. Сейчас я вам покажу. Что это в Мексике сделанное кольцо. У меня достаточно много есть колец из Мексики. Часть из них бижутерия. Часть серебро. Это серебро. В Мексике ювелир ставит свое фамилию, да, и город изготовления. Вот традиционной пробы здесь нет. Но, по-моему, вот такой, как мы привыкли вот здесь на ободке. Но то, что это 925-е, он тоже ставит где-то. Ну, нужно смотреть. В общем, вот такой кольчик. Так, дальше вот такое кольцо. Тоже девочковое-девочковое. Ну, нравятся мне цветы. Нравится мне его комбинировать с другими. Я люблю его носить. Сейчас я вам покажу, как. Почему я люблю цветы? Для меня цветы символ молодости, символ очарования, символ вот чего-то цветущего, да. Не увядающего, а цветущего. Ну, отлично для меня. Нравится мне вот так носить. И вот это колечко рядом. То есть, они, по сути, перекликаются только по цвету камней. Здесь цветной перламутр, а здесь вот такие вот циркончики, камушки. Очень даже нравится. Ну, и с другими его сочетать нравится. С гладкими, по-разному. В общем, я и хвост, и убриву. То есть, бывает, совершенно обычное банальное колечко, может заиграть очень интересно в сочетании с другими. А бывает и не может. И этим кольца интересны. О, сейчас я вам расскажу об этом кольце. Здесь, кстати, тоже вставлен, если я не ошибаюсь, синий лазурит. Это кольцо мне досталось по наследству от мамы. Этому кольцу очень-очень много лет. Вот эта буква пришла сюда совершенно странным образом. И сейчас я с вами поделюсь этой историей. Получается, это кольцо я носила на работу. Я в бытной своей молодости работала в салоне красоты. Делала прически людям, стригла, красила, работала парикмахером. И, естественно, для кольца это не прошло бесследно. И вот этот камень, который здесь был, была здесь береза, достаточно неплохая. Он просто смылся куда-то. И ко мне пришел человек, стричься, мужчина. Я это кольцо отложила. Он на него странно посмотрел. Я не поняла, почему. Он не понял тоже моего странного взгляда. Потом он сказал, а вы до сколько будете работать? Я говорю, ну, до двух у меня смена. Он говорит, а как вас зовут? Я говорю, меня Элина зовут, Эля. Элина. Он говорит, я работаю через дорогу. Я ювелир. Мне очень понравилось, как вы меня привели в порядок. И я вам этот камень заменю. С маленьким сюрпризом. Вы знаете, уже прошло 15 лет точно. Вот с того момента, как он сделал это. Может быть, даже 16. Я уже не помню так вот до года. Но до сих пор я не помню имени этого человека. Я его помню образ. Вот он мне сделал мое именное кольцо. Да, может быть, оно выглядит странно. Как-то непонятно. Не особо сочетается. Но вот эта серебряная буква. Или даже, может быть, она и не серебряная. Еще и с камушком. Вот он настолько его поставил добротно. Ничего с меня не взял. Ни копейки. Ни за это, ни за это. Что я желаю ему только долгих лет жизни. И всех-всех благ его и его семье. Вот такая история с тем колечком. И поставлю я его так, чтобы носить почаще. Последнее время я его ношу редко. Надо это исправлять. Следующее кольцо вот такое. Тоже оно очень интересно ко мне пришло. Очень странно, мистически. Это кольцо ко мне пришло не новым. Хозяйка просто не смогла его носить. Это вот такие вот голубые опалы. Тоже оно делалось на заказ. Вот так оно выглядит. Как будто бы несколько колец обвивают. Золотые напайки. Очень интересно. Опалы играют по цветам. По-разному. Мне вначале не нравилось, что они здесь все отливают. Играют разным цветом. Один розовым, один голубым. Но все-таки это именно присуще натуральным камням. Поэтому я уже поняла, что наоборот это плюс, а не минус. Вообще очень часто то, что нам кажется минусом, может оказаться жирным плюсом. Который мы можем не сразу разглядеть. Вот такое кольцо с пятью опалами. Они небольшие. Ну, это знаете, из тех вот колец, которые никому ничего не объясняют. Не сильно стараются привлечь внимание окружающих. Кольцо как кольцо. И все. Следующее. Вот такое кольцо. Кто внимательно смотрит, помнит его. Я проводила с ним обряд на новое кольцо на деньги. Если вы помните. Это, кстати, здесь камень и александрит. Скорее всего, александрит искусственно выращенный. Но, тем не менее, кольцо достаточно хорошо выполняет свою работу. Очень хорошо работает. На новое кольцо, опять же, этот обряд могу вам выложить. Ссылочку посмотреть. Кольцо не вызывает никаких вопросов. Вы не похожи с таким кольцом на городскую сумасшедшую. На женщину, которая приехала с Индии и привезла все украшения сразу. Очень нормальная, комплементарная, строго, аккуратная кольчко. И обряды с таким кольцом можно проводить. И вы будете выглядеть куда более тихо. И незаметно, чем с каким-то, например, вот таким. Или каким-то еще огромным. Опять-таки, это на мой взгляд. Вот такое кольцо мне нравится. С ним тоже интересная история. Это кольцо, привезенное из Англии. Это белый перламутр. И вот почему-то, когда я надеваю украшения из Англии, мне гораздо легче учить иностранные слова. Вот не знаю, вот почему. Может быть, совпадение. Может быть, я сама себе это внушила. Но вот делюсь с вами вот такой информацией. Просто белый перламутр. Тоже оно никому ничего не навязывает. Такие же есть сережки. Вот такой белый квадрат. У Малевича был черный. Здесь вот такой белый. Мне оно нравится. В жизни оно выглядит очень интересно и ненавязчиво. Дальше. Вот такое кольцо с крестом, с надписью, которую боятся очень многие ведьмы. Упс, света у нас нет. Вырубили. Видите, как интересно. Вырубили свет на слое ведьмы. Ну, значит, все. Это мистика. Запишем следующее видео, следующий день. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok